Меня зовут Юлия Александровна Краус, вы уже из объявлений знаете. Я работаю на кафедре биологической эволюции, биологического факультета МГУ и занимаюсь эволюционной эмбриологией, эволюционной биологией развития. И мои любимые объекты это книг Дарьи, представители низших метазо, и сегодня мы поговорим об их развитии. Давайте работать в более-менее свободном режиме. Если кому-то что-то, ну поскольку народу не очень много, кому-то что-то непонятно, можно задавать вопросы, я уточню, наверное это будет полезно всем. Через 40 минут я сделаю перерыв технический, и, ну, в общем, и вам, наверное, тоже будет легче. И потом еще минут 30-40 продолжим. Сначала я напомню на всякий случай, кто такие книг Дарьи. Заранее извиняюсь перед теми, кто это уже давно знают, но действительно на всякий случай. Таксон получил свое название, потому что у него, у книг Дарьи есть стрекательные клетки книг Дарьи. Если мы посмотрим на вот это вот филогенетическое дерево, то обнаружим, что книг Дарьи это сестринская группа по отношению к высшему метазоу. И по современным данным наиболее примитивная эволюционно примитивная группа это антозоа, ну и самая молодая группа это гидрозоа. Вот представители всех четырех классов и немножко биоразнообразия. Гидрозоа, сцепозоа и антозоа. По кубазоу, к сожалению, у меня данных по эмбриологии нет, поэтому про них мы сегодня говорить не будем. План строения книг Дарьи, несмотря на вот это вот потрясающее биоразнообразие, которое я только что продемонстрировала, очень прост. Это двухслойные животные, которые имеют симметрию, часто называемую радиальной, но на самом деле, конечно, она не радиальная, она более сложная. Другое дело, что она, конечно, не билатеральная. Полип и медуза по плану строения принципиально друг от друга не отличаются. Ось основная одна, орально-аборальная. Именно на эту ось мы будем ориентироваться, когда будем говорить о полярности эмбриона и личинки. Ну, если мы посмотрим на такой простой и понятный план строения, создастся, наверное, впечатление, что сделать вот такую конструкцию очень просто. Ничего загадочного. Сделать два слоя клеток, вытянуть тело вдоль орально-аборальной оси, сделать рот и щупальца, и все. И можно жить. Действительно, на первый взгляд это все просто. Но если мы посмотрим хотя бы даже на жизненные циклы гнидарий, мы обнаружим, что животные эти не так просты, как можно было бы подумать, как кажется на первый взгляд. Во-первых, у них действительно очень интересные и сложные жизненные циклы. Некоторые гидрозо отпочковывают хорошо сформированных медуз, размножающихся дальше половым путем. У некоторых гидроидов очень здорово редуцировано медузоидное поколение, и яйцеклетки и сперматозоиды формируются в прикрепленных медузоидах. У сцифозоа сразу две личиночные стадии в жизненном цикле. Личинка планула и полип. Кораллы, которые размножаются раз в году синхронно, у них, ну и у всех антозо вообще нет медузоидной формы жизненной, только полип, и он оказывается полувозрелым. Тем не менее, очень типичная для всех гнидарий, абсолютно консервативная, за небольшим исключением личинка планула, которая состоит из эктодермы-эндодермы, внутри формируется, как правило, гастроцель, и полярность морфологическая хорошо выражена. Передняя и задняя полярность, она же орально-оборальная полярность полипа, то есть вот при метаморфозе личинка, как правило, прикрепляется передним концом, и задний ее комет соответствует оральному полису полипа. Теперь уйдем немножечко в сторону от гнидарий и поговорим об изменчивости и об эволюции фенотипических признаков. Ну, во-первых, надо сказать, что развитие, процессы развития точно такие же признаки фенотипа, как и все остальные. И если мы говорим, что развитие меняется в ходе эволюции, антогенез эволюирует, мы должны искать источник этих изменений. А основной источник эволюционных изменений фенотипа – это изменчивость. Ну, естественно, вместе с таким замечательным свойством, как наследуемость. И под действием естественного отбора в этом случае возможно изменение фенотипа. Если у нас есть изменчивость признака, изменчивость фенотипа по приспособленности, дифференциальное размножение и выживание и наследуемость этого признака. Вот здесь то же самое попроще в виде картинок. Вот из этой замечательной группы мы отбираем родителей вот таких вот больших зеленых, маленьких зеленых и маленьких розовых. Синие у нас не приспособлены к жизни в таких условиях. Смотрите, что получается. Когда такие родители размножаются, у нас вдруг в популяции возникают очень маленькие зеленые и большие розовые. То есть в данном случае мы наблюдаем появление нового признака фенотипического под воздействием естественного отбора, как мы говорим. На самом деле в результате дифференциального размножения фенотипов наследуемости этих признаков, ну и изменчивости. В данном случае комбинативной изменчивости. Чуть-чуть более сложно изображено то же самое. Исходная популяция, отобранные родители, те, кто смог размножиться. И как сдвигается в результате такого дифференциального размножения признак фенотипа. А вот стабилизирующий отбор. Исходная популяция, отобранные родители, то есть те, кто находится более или менее близко к среднему значению. И следующее поколение. То есть признак опять изменился. Ну, это, так скажем, короткое введение в проблему изменчивости. Зачем она нужна, если мы говорим об эволюции? И вот теперь противоречия. Когда мы изучаем эмбриогенез каких-либо видов, первое, с чем мы сталкиваемся, это с таблицами нормального развития. Они крайне необходимы. Это большое достижение эмбриологии появления таких таблиц нормального развития. Но, когда мы смотрим на эту таблицу, получается, что каждый эмбрион на данной стадии развития должен быть именно таким. Значит, изменчивости эмбрионального развития нет, тогда, получается, невозможна эволюция эмбрионального развития, невозможна эволюция антогенеза. Давайте посмотрим, так ли это. Действительно ли отсутствует изменчивость в эмбриональном развитии? Ну, опять же, немножечко теории. Для того, чтобы хорошо разобраться в проблеме эмбриональных путей эмбрионального развития, эмбриональных морфогенезов, давайте вспомним, какие гаструляционные морфогенезы есть у многоклеточных животных. Вот, пожалуйста, разные варианты гаструляции, как она может протекать. Это может быть морольная доламинация или же вторичная доламинация. Это может быть клеточная доламинация. Это может быть мультиполярная иммиграция, она же ингрессия. униполярная иммиграция или ингрессия, инвагинация и эпиболия. Вот что совершенно замечательно, судя по литературным данным, практически все вот эти вот морфогенетические механизмы, обеспечивающие гаструляцию метазола, присутствуют в эмбриональном развитии кнедарий. И все они обеспечивают формирование припланулы и планулы. А планулы, как мы уже сказали, это очень консервативная стадия, универсальная, консервативная. Иногда ее даже называют филотипической стадией для кнедарий. Разнообразие уже есть, по крайней мере, я вам об этом сказала. Сейчас посмотрим на него, как это выглядит в реальной жизни. Вот морольная деламинация. Опять же, на первый взгляд, что может быть проще? Есть морула. В моруле в этой выделяется наружный слой клеток, эпитализуется. Внутри осталось только сделать гастроцель и все. И приплануло или плануло готово. Ну, давайте посмотрим на реальные морулы и на реальный процесс морольной деламинации. В данном случае это у нас атыкатный гидроид, клява мультикорнис. И вот посмотрите, пожалуйста, на разные стадии морольной деламинации, которые приводят к формированию молодой планулы. Эмбрионы развиваются внутри медузоидов, сильно редуцированных медуз. Посмотрите, пожалуйста, на выделение базальной мембраны. То есть, вот это момент отделения эктодермы от эндодермы. И обратите также внимание на то, что форма эмбриона практически не меняется в ходе данного процесса. Только с момента вытяжения планулы она начинает немножечко трансформироваться. Запомним, как развивается клява и перейдем к динамине пумила. Тоже гидроид, но токофор, но принадлежит к токофорам. То есть, у него есть вокруг всего тела жесткий достаточно экзоскелет хитиновый, пересарк. И эмбрионы развиваются в таких мешочках акроцистах, которые выбрасываются из гонотек. Вот эмбриональное развитие динамины. Разные его стадии. И теперь, может быть, кто-нибудь посмотрит вот на этого эмбриона или вот на этого и скажет мне, какой морфогенетический механизм используют данные эмбрионы. Как происходит гаструляция? Вот по морфологии вы можете это сказать? Похоже, да. А вот теперь давайте посмотрим, правда ли это. Откуда берутся все эти странные впячивания на поверхности. Ну, начнем мы с дробления. И уже, когда смотрим мы на дробление, видим, что развитие динамины очень изменчиво, индивидуально изменчиво. Мы можем встретить у этого вида как дробление, имитирующее паттерн спирального дробления, дробление, имитирующее паттерн радиального дробления, так и дробление, которое происходит абсолютно таким вот неправильным образом. То есть, в данном случае мы наблюдаем вот здесь, вот здесь и вот здесь проблемы с цитотомией. Яйца многожелтковые, и поэтому динамине очень трудно делать метатические борозды. Поэтому она принимается за несколько метатических борозд одновременно и не может довести их никак до конца. Но, тем не менее, во всех случаях динамина формирует морлу, вот такую вот замечательную, и никаких проблем с завершением дробления у нее нет. То есть, эта изменчивость не влияет на приспособленность каждого конкретного эмбриона. Вот у этой морлы форма исходно не совсем правильная. А вот когда у этой морлы начинает эпитализоваться поверхность, вот здесь вот участки эпитализующиеся, показаны стрелочками, то через некоторое время форма становится ну совсем неправильной. вот всех этих эмбрионов я достала из одной акроцисты. И видите, какое разнообразие. То есть, какая высокая внутривидовая изменчивость. Результатом чего же является эта изменчивость? Результатом того, что динамены фрагмента эпителия формируются не согласованно на разных участках поверхности эмбриона. Если мы посмотрим последовательность событий при этом. Вот не эпитализованные клетки. Началась эпитализация. И обратите внимание, уже чуть-чуть изменилась форма поверхности. Больше изменилась форма поверхности. Больше клеток эпитализована. Ну и вот завершение. Вот от такого мы пришли вот к такому. То есть, это реальный морфогенез. В конце концов, динамине приходится как-то ликвидировать весь этот набор маленьких фрагментов эпителиальных пластов. Потому что ей нужен непрерывный эпителиальный пласт на поверхности. Что же ей делать? Она добивается своего через некоторое время. Давайте посмотрим, что происходит. Вот здесь в квадратике показана граница между двумя фрагментами эпителиального пласта. Вот она увеличена. Один фрагмент, второй фрагмент. Вот эта граница еще сильнее увеличена. Фрагмент этой границы. А вот увеличение того, что содержится вот в этом квадратике оранжевом. Посмотрите. Клетки тянут отростки филоподии по направлению к клеткам соседнего эпителиального фрагмента. Вот как это выглядит на большом увеличении. И вот на схеме. Смотрите. Клетки касаются друг друга филоподиями. Формируют в местах касания контакты. И подтягиваются друг к другу. Точно так же происходит заживление ран в эмбриональных эпителиях. В данном случае динамены используют этот механизм для завершения процесса вторичной деламинации. Такого процесса, как у нее происходит. Мы не можем использовать другой термин. Потому что формально это действительно морданная деламинация. Но, как вы видели, огромные отличия имеются между вторичной деламинацией у клявы и у динамены. Изменчивость мы уже видели у динамены. И все вот эти вот варианты с одинаковым успехом приходят к стадии планулы. То есть развитие динамены очень устойчиво. Что значит устойчивое развитие? Это значит, что развитие может служить как бы буфером между начальной стадией развития и конечной стадией развития. Несмотря на то, что пути, которые ведут к конечной стадии развития, разнообразны. И эта стадия все равно достигается. То есть есть какие-то компенсаторные механизмы. Каковы они? К сожалению, пока мы не знаем. Следующий вид, который тоже гидроид, который развивается с использованием вторичной деламинации. Это гидроктиния эхината. Гидроктиния эхината, в отличие от своих родственников, представленных вот здесь вот на схеме. Вот гидроктиния эхината. Это колониальный гидроид, не формирующий свободных медуз. То есть так же, как динамена и клява. Здесь вот хорошо показаны готовые к размножению самочки. Самочья колония. Давайте посмотрим, как происходит развитие гидроктинии. Вот через пять часов после обладотворения формируется морла. Вот она на срезе. Обратите внимание на очень плотную упаковку клеток. Совсем не такую, как у динамины. Семь часов после обладотворения. У нас до сих пор морла, и она сохраняет правильную форму. А вот 9-12 часов после обладотворения. Смотрите, как изменилась форма эмбриона. И я, к сожалению, не могу вам сказать, почему она изменилась. Я не знаю, почему вдруг на поверхности эмбриона возникают вот такие вот впячивания, дырки, можно сказать. И миграции клеток здесь нет. И активной инвагинации тоже нет. Мы не находим этого на срезах. Поэтому остается предположить, что во время дробления создается некоторый избыток поверхности. Почему? Потому что, на самом-то деле, сегрегация наружных клеток от внутренних у гидроктинии происходит очень рано. И наружные клетки делятся только в плоскости поверхности наружнего пласта. Отсюда создающийся избыток поверхности. И вот поверхность оказывается такой вот складчатой в результате. Дальше еще более интересные вещи. Вот посмотрите, 14 часов после оплодотворения. Как выглядят эмбрионы? Я думаю, вы легко можете заметить, что у каждого эмбриона можно найти более или менее ровную поверхность. И примерно половинка эмбриона очень, как на картинке, фестончатая, неровная. Бугры и впадины. Вот как выглядит по данным сканирующей электронной микроскопии такой эмбрион. Вот эта неровная часть эмбриона. Вот она на срезе. И если мы проведем инситогибридизацию с информационной РНК гена ВИНТ-3, то мы обнаружим градиент с максимумом на этой неровной половине и очень небольшой участок светлой поверхности. То есть тот участок, который не экспрессирует третий винт. Что бы это могло значить, мы поговорим чуть-чуть позже. А теперь смотрите, на 16 часов, часах после оплодотворения у нас форма становится вытянутой. Но до сих пор мы видим, что передние и задние концы отличаются по морфологии. Задний конец все еще такой вот неровный. Ну и в конце концов через 48 часов развития. На самом деле уже через 24 часа после оплодотворения формируется планула. Но своего максимального развития она достигает через 48 часов. Видите, поверхность абсолютно ровная. Задний конец тонкий, передний потолще. То есть вот все вот эти неровности, имевшиеся на заднем конце, сглаживаются постепенно. А вот посмотрите, что происходит с эмбрионом, которого мы инкубировали в таком веществе, которое вызывает гиперактивацию сигнального пути, основным компонентом которого является вот тот самый ген третий винт, винт 3. Вот какой становятся эмбрионы. Посмотрите на контрольного. То есть можно сказать, что у этого эмбриона вся поверхность – это задняя поверхность, то есть задний полюс. В общем-то про полюс здесь говорить довольно сложно, честно говоря. Какой же здесь полюс, когда целая половина эмбриона выглядит вот таким вот образом? Мы не знаем, где конкретно будет задний конец. А вот здесь вот мы можем сказать, что весь эмбрион – это, в общем-то, задний конец. И действительно, по данным Гентера Пликерта, если мы инкубируем эмбрион в активаторе винт каскада, мы получаем многополюсных личинок, у которых формируется огромное количество задних концов. Таким образом, мы видим связь между морфологией и биохимическими процессами, биохимической разметкой эмбриона гидроктинии. Очевидно, вот эта вот неровная поверхность, маркированная экспрессией винт-3 – это самая морфогенетически активная в данный момент зона эмбриона. Действительно известно, что винт-3 участвует в регуляции эпителиальных морфогенезов. Ну, не только третий винт, но все артологи, то есть все гомологи семейства винтов на самом деле могут принимать участие в эпителиальных морфогенезах, в их регуляции. Итак, мы увидели гидроктинию, динамину, достаточно изменчивых эмбрионов, индивидуально изменчивых. И вот у меня возникает такой вопрос. Могли ли такие варианты пути развития, такие варианты морфологии эмбриона сформироваться под действием отбора? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны ответить на несколько других. Эти признаки, эти варианты развития, они наследуемы, они функциональны, они понижают или повышают приспособленность. И на все эти вопросы, в случае вот таких вот эмбрионов, таких вариантов фенотипических признаков, как у эмбрионов динамины и гидроктиния, мы должны ответить нет. Они ненаследуемы, потому что эмбрионы из генетически однородной группы выглядят очень по-разному. Они не функциональны, потому что, вот смотрите, динамины, вот все эти неровности поверхности динамине приходится ликвидировать, для того, чтобы сформировать единый эпителиальный пласт, какая уж тут функциональность. И они не повышают и не понижают приспособленность, потому что форма эмбриона и тот способ, которым он добивается формирования гладкой поверхности, не влияет на то, насколько эффективно ему удастся сформировать личинку плановую. Она получится из любого эмбриона. Таким образом, все рассмотренные нами варианты морфологии эмбриона, все рассмотренные нами пути развития попадают вот в этот канал, устойчивый канал развития, который ведет к стадии, которая в данном случае соответствует стадии плановой. И только заведомо нежизнеспособные эмбрионы у нас выпадают из этого канала и их развитие не приводит к формированию плановой. Но таких эмбрионов, например, у динамены очень-очень мало. Если ничего не случилось, не перегрелась вода, не напали инфузории на эмбрионов, то смертность там практически нулевая. Все эмбрионы достигают конечной стадии развития. То есть развитие этих гидроидов очень-очень устойчиво. Теперь мы перейдем к другим морфогенезам гаструляционным и рассмотрим такие интересные морфогенезы, как мультиполярная эмиграция. И, извините, мы на самом деле морфогенеза 3 – мультиполярная эмиграция, униполярная эмиграция и инвагинация. Но мы сосредоточимся на поляризованной гаструляции и рассмотрим вот эти вот два – униполярную эмиграцию и инвагинацию. Все эти три морфогенеза базируются на процессе эпителиально-мизанхимального перехода. Эпителиал-то-мизанхимал-транзишн. В процессе этого перехода эпителиальные клетки должны терять контакт с соседями, то есть разрушать контакты, сокращать опекальную поверхность, периметр опекальной поверхности, вытягивать апико-базальную ось, формировать на бывшем базальном конце филоподии и ламилоподии, и в конце концов уходить из пласта, то есть становиться, приобретать мизанхимальный фенотип. Эти морфогенезы, основанные на EMT, очень консервативны. Они встречаются в развитии буквально всех групп животных, начиная здесь вот от нематод. Показана гаструляция ценарабдитис элеганс, вот две клетки становятся колбовидными. Здесь показано выселение клеток первичной мизанхимы морского ежа, вот колбовидная клетка. И здесь показана инициация губы бластопора амфибии, вот колбовидные клетки. На самом деле EMT не всегда доходит до конца, то есть уход клетки из пласта мы наблюдаем далеко не всегда. Это вот эмиграция. Но при инвагинационных морфогенезах колбовидные клетки тоже формируются, но остаются в составе пласта. Что позволяет, вот забегу немножко вперед, именно то, что клетки остаются в составе пласта, позволяет сделать эмигинацию, позволяет изогнуть пласт. Ну, начнем с униполярной эмиграции, ингрессии. Если мы посмотрим на старые-старые рисунки, сделанные, например, Мечниковым, гаструляция клетия флавидола, мы увидим формирование колбовидных клеток на одном из полюсов эмбриона. Мы работаем с клетией гемисферикой. Здесь показаны портреты сотрудников лаборатории, которую руководит Эвелин Кулистон. Лаборатория располагается в Велефранш-Сормер. Я показываю людей из этой лаборатории, потому что они получили очень много данных из тех, о которых я сейчас буду говорить. В частности, получили замечательную съемку гаструляции. Это непросто, потому что эмбрион подвижный, и им удалось это сделать. Вот жизненный цикл клетия гемисферика. Вы видите, что у этого вида есть свободно плавающая медуза, но есть и полипоидная колония. Это типичный жизненный цикл для многих-многих гидрозлов. Вот дробление клетии, формирование бластулы, целобластулы с большим хорошо выраженным бластоцелем. А вот это самая покадровая съемка, цитраферная съемка развивающегося эмбриона. Вот видите, начинается гаструляция с того, что становится толще стенка бластоцеля в одном месте, на одном полюсе. И вот здесь мы видим начало выселения клеток, будущей эндодермы. Бластоцель потихонечку заполняется. Мы видим, что вот здесь бластоцель остается только вот здесь вот. Здесь от него практически ничего не остается. На следующих стадиях мы видим постепенное формирование планулы. Вот формируется гастральная полость. Вот полностью сформированная личинка планула. По данным сканирующей электронной микроскопии, как выглядят гаструлы клетии, начиная от прегаструлы и заканчивая поздней гаструлой. Посмотрим, как происходит этот процесс. Как минимум треть, если не половина эмбриона вовлечена в процесс эмиграции клеток. То есть это, опять же, не полюс. Это большой достаточно регион эмбриона, который подвергается вот такому эпителиальному зенхимальному переходу. Но не все клетки становятся колбовидными. И не все делают это одновременно. Если мы посмотрим на эту картинку, то увидим готовую к уходу в полость бластоцеля колбовидную клетку. Вот у нее хвостик уже открепился. И рядышком увидим нормальную эпителиальную клетку, которая еще никуда уходить не собирается. Вот последовательность стадий формирования колбовидных клеток. Красным обозначены контакты. То есть они разрушаются довольно поздно, когда клетка уже готова уйти внутрь. Ушедшие внутрь клетки мигрируют по стенке бластоцеля в направлении крыши бластоцеля. Вот здесь вот крыша бластоцеля, вот мигрирующие клетки. Вот они же увеличенные. Вот они. И вот они покрупнее. То есть это клетки, действительно приобретающие мезонхимальный фенотип и спокойно перемещающиеся. Вот поздняя гастрола. Заполнение постепенной полости бластоцеля показано. И вот схематично показано то же самое. Я очень вас прошу запомнить, как происходит униполярная иммиграция. Потому что сейчас мы перейдем к следующему морфогенезу, основанному на эпителиальном зонхимальном переходе. К инвагинации. И рассмотрим мы ее на примере представителей класса антозо. На самом деле далеко не у всех представителей антозо четко выраженная хорошая инвагинация. Здесь из представленных, пожалуй, мы ее видим только вот у этого вида. Митридиум маргинатум. У многих остальных развитие сильно вторично модифицировано. Например, вот здесь или вот здесь. И вот эта вторичная модификация связана с тем, что многие кораллы, многие эмбрионы кораллов имеют симбионтов. И многие очень богаты питательным материалом. И с этим связаны большие затруднения на первых этапах их жизненного цикла. Немножко подробнее я вам покажу, как выглядит развитие кораллов, который вынужден как-то жить с симбионтами. Но мы пока рассмотрим именно простую и понятную инвагинацию. То есть изгибание целостного эпителиального пласта. Просмотрим этот процесс на примере инвагинации нематастелловик тендис. Взрослый полип, кладка нематастеллы. И вот основные стадии развития. Дробление, кстати. Сейчас мы увидим, что оно тоже довольно изменчиво. Бластула, гастрола с хорошо выраженным бластопором. Планула с опекальным султанчиком. И первичный полип. Вот дробление нематастеллы. Опять те же самые проблемы, что и у динамены. Очень много желтка в яйцеклетке. Кариотомия происходит раньше, чем цитотомия. Быстрее. В результате закладываются и не успевают дойти до конца сразу две борозды деления дробления. То есть получается из яйцеклетки, например, сразу четыре бластомера. Или сразу восемь, как вот здесь вот. А иногда эмбрион, который победнее желтком, формирует нормальные борозды деления дробления. И очень это напоминает классическое радиальное дробление. Вот начало гаструляции. Формирование так называемой преэндодермальной пластинки. Вот в этой зоне клетки начинают менять фенотип. Вступают в процесс эпителиально-резонхимального перехода. Вот какими становятся клетки преэндодермальной пластинки. Это такие классические колбовидные клетки. Но они остаются связанными. Сейчас мы это увидим. Рассмотрим вот колбовидная клетка данной трансмиссионной микроскопии. Рассмотрим вот этот вот участок. Зелеными кругами выделены зоны субопекальных контактов. То есть они сохраняются у колбовидных клеток. Желтым выделены контакты у клеток губы бластопора. Сейчас рассмотрим подробнее вот эту область. Посмотрите. Значит, вот это контакт между двумя колбовидными клетками. Вот это контакт между клетками губы бластопора. Сравните их. Вот этот контакт явно больше по площади. То есть контакты между колбовидными клетками сохраняются, но их площадь сильно сокращается. То есть эпителиальный мизонхимальный переход идет, но не доходит до конца. Останавливается вот на этой вот стадии. Колбовидные клетки нематастеллы экспрессируют ген снейл. Это маркер и он же ключевой регулятор эпителиально-мизонхимального перехода. И приэнтодермальная пластинка, состоящая из колбовидных клеток, потихоньку инвагинирует. От этой стадии переходим вот к этой. От этой к вот этой. Дальше возникает вопрос. Как инвагинирует нематастелла? Я не зря поставила вопрос именно таким образом. Потому что вот здесь приведена первая страничка статьи «How do sea urchin invaginate». И это статья, авторами которой являются такие замечательные люди, как Ланс Дэвидсон и Рей Келлер. Они как раз попытались смоделировать процессы, связанные с инвагинацией морского ежа. И довольно четко разделили, выделили несколько механизмов, обеспечивающих как первичную инвагинацию, так и углубление бластопора. Но интересно, конечно, сравнить, совпадают ли эти механизмы у нематастеллы и у представителя высших многоклеточных животных. Вот гастрол нематастеллы. Если мы посмотрим на клетки приэндодермальной пластинки и клетки губ бластопора, бросается в глаза несколько вещей. Во-первых, клетки приэндодермальной пластинки имеют явно сокращенные апексы. Во-вторых, клетки губы бластопора наклонены по направлению к бластопору. Ну и в-третьих, периметр базальных поверхностей вот этих вот клеток, он тоже изменился, если мы сравним клетки приэндодермальной пластинки и клетки бластодермы, не участвующий вот в этом эпителиальном изонхимальном переходе. По данным ультраструктурных исследований можно выделить несколько причин, несколько механизмов, которые могут обеспечить генерацию сил, необходимых для инвагинации и углубления бластопора. Во-первых, сокращение сети микрофиламентов, которая объединяет клетки приэндодермальной пластинке. Во-вторых, центростремительное движение клеток губ бластопора. И в-третьих, сокращение микрофиламентарного кольца окружающего бластопор. Сейчас мы посмотрим на эти интересные вещи, эти интересные процессы. Что совершенно замечательно, эти процессы совпадают с теми, которые легли в основу модели гаструляции морского ежа, сделанную Дэвидсоном Келлером Остром. Первый, самый простой механизм – модель апикального сокращения. Здесь продемонстрировано, как это происходит. Клетки эпителия объединены сетью микрофиламентов. Объединение в единую сеть происходит за счет межклеточных контактов, естественно. И вот посмотрите на колбовидные клетки немутостеллы. Вот у нас контакты на схеме. И видим, что контакты сближаются за счет сокращения периметра апексов. И посмотрим на данные трансмиссионной микроскопии. Вот черные зигзаги – это зоны субопекальных контактов. И между ними, если мы присмотримся, достаточно толстый микрофиламентарный слой. Вот эти вот зигзаги как раз и свидетельствуют о том, что находится состояние деформации субопекальной области. И как раз эта деформация связана с редукцией периметра апекса. Не площади, а именно периметра. Поверхность выпячивается в результате сближения контактных зон. Как здесь показано. То есть этот процесс у немутостеллы работает. Извините, перерыв сейчас сделать? Или через 5 минут примерно? Как? Не надо? Технически перерыв все равно будет. Там надо батарейки поменять. Ну, давайте тогда закончим вот с инвагинацией. Следующая модель. Модель, я перевела ее таким образом. Модель клеток тягачей. Клетки, расположенные в губе бластопора, меняют форму таким образом, что становятся скошенными в направлении центра бластопора. Вот зона этих клеток. Зелененьким показано. Голубая – это зона апекального сокращения. А вот это вот зона клеток тягачей. Сейчас посмотрим на них у немутостеллы. Вот губа бластопора. И вот посмотрите на клетки, которые контактируют непосредственно с приэнтодермальной пластинкой. Вот увеличенная апекальная область этой клетки. Обратите внимание на острый угол. То есть клетка скошена. И скошена она по направлению к центру бластопора. Вот поверхности апекальной этих клеток. Данные сканирующие микроскопии. И вот, обратите внимание, у этих клеток есть ламеллы. То есть клетки активно двигаются по направлению к центру бластопора. Они наползают на края приэнтодермальной пластинки. Фактически они ее заталкивают внутрь. Они генерируют силы. Вот сила эта показана желтым вектором. Двигающие, углубляющие приэндодермальную пластинку. Следующая модель. Модель скротимого кольца. Имеется в виду кольцо микрофиламентов, находящееся в апекальных зонах клеток, окружающих бластопор. То есть в клетках губы бластопора. Кольцо это показано красным. Вот оно. И в результате работы этого кольца площадь бластопора сокращается. Вот участок губы бластопора ранней гастролы. Если мы посмотрим на эту гастролу с поверхности, то вот она как будет выглядеть. Но может быть пластинка немножко не так впячена, поменьше. Вот этот же участок губа бластопора. А вот большое увеличение. Вот эта черная полоса. Это микрофиламенты. И точно так же будут выглядеть одна-две клетки, находящиеся вот в этой зоне. То есть ровно напротив. Если мы реконструируем, сложим вместе все эти срезы, мы получим колечко. Колечко микрофиламентов. Сокращение такого кольца как раз и даст нам силу, необходимую для углубления бластопора. Погружение внутрь при эндодермальной пластинке. Вот это кольцо. Ну и последняя модель, предложенная Дэвидсоном и соавторами. Модель апико-базального сокращения. Углубление впячивания происходит за счет того, что клетки, сокращаясь, как бы расталкивают друг друга в разные стороны. Вот у нематастела я этого не видела. Значит, вот единственная модель, которая не проходит при анализе, при сравнении с гаструляцией нематастеллы. Вот наложены зоны различных морфогенетических процессов на гаструлу нематастеллы. Давайте еще раз. Зеленая – область скушенных клеток. Голубая – область апикального сокращения. И красная – это кольцо микрофиламентов, которое может сокращаться. На средней гастроле мы видим уже только область скушенных клеток. Все остальное находится внутри. Суммарная схема. Так, давайте перерыв. Так, давайте продолжим. Мы рассмотрели морфогенезы, морфогенетические движения, которые приводят к инвагинации нематастеллы. И вот теперь обратим внимание на изменчивость гаструляции. Но углубляться в изменчивость динамики гаструляции мы не будем. Это уже перебор немножко. А вот изменчивость формы приэндодермальной пластинки и формы бластопора здесь представлены. Для того, чтобы было легче воспринять эту изменчивость, я обрисовала приэндодермальную пластинку таким образом. И посмотрите, насколько она может быть изменчива у эмбрионов одного вида. Напомню, что это клетки будущей эндодермы. И вообще-то клетки будущей эндодермы предотерминированы на уход внутрь, на формирование эндодермы. В частности, как я уже показывала, в этих клетках экспрессируются гены, связанные с эпителиальным эзонхимальным переходом. То есть вот у этих клеток есть какая-то генетическая основа изменения их фенотипа. И вот что мы видим. Получается, что и паттерн экспрессии всех этих генов тоже индивидуально изменчив. Вот форма бластопора. Но если приэндодермальная пластинка изменчива, соответственно и форма бластопора получается самая разнообразная. От такого маленького треугольного до фактически щелевидного. Если мы вспомним всяческие макроэволюционные гипотезы и теории, то некоторые из них, как вы знаете, основаны на форме бластопора. В частности, на щелевидном бластопоре. А здесь щелевидный бластопор может формироваться как вариант индивидуальной изменчивости внутри вида. Такая замечательная изменчивость. И опять мы видим, что она не функциональна, не наследуема. Ну, по крайней мере, пока не доказано, что она наследуема. И не влияет на успешность достижения конечной стадии развития. То есть развитие динамены, а конкретно вот такой модуль развития, как формирование приэндодермальной пластинки, формирование бластопора очень устойчиво. И как-то испортить его, сделать недостижимой стадию планулы довольно сложно. А вот теперь... А, ну да, и кстати, если у нас... Мы отвечаем опять нет на все вот эти вот вопросы. Функциональность, наследуемость и влияние на приспособленность. Все это в случае формы приэндодермальной пластинки и формы бластопора у немотостеллы. На все эти вопросы мы опять ответили нет. То что же тогда у нас остается? Какая часть эволюции антогенеза может происходить под действием естественного отбора? А вот, наверное, те вещи могут эволюировать, которые связаны с обеспечением организма симбионтами и питательными веществами. Ну, для примера. Есть такая замечательная статья. Первый автор у нее Хитер Марлоу. И статья посвящена развитию кораллов членов группы Склероктиния, которые... Некоторые из которых имеют симбионтов. Симбионтов... Симбиодию. Симбиодиню. Вот давайте посмотрим на схему. Мы сосредоточимся вот на этом животном, на эмбрионе этого животного, поцеллопора... Извините, миандрина. У поцеллопора миандрины между настоящей гаструляцией, которая изображена здесь и ранним дроблением есть еще одна стадия, так называемая нутритивная или питательная стадия, которая связана с избавлением клеток бластодермы от симбионтов и липидных включений. Вот показано, как клетки отделяют от себя эти части и выбрасывают их в полость бластацеля. То есть это не метозы, это не клеточная доламинация. Вот посмотрите, пожалуйста. Здесь на схеме показано, как клетка отделяет от себя каплю, покрытую цитоплазматической мембраной, и в этой капле находятся симбионты, красным показано, и серые — это липидные включения. То есть вот отшнуровывается такая часть клетки. Часть с ядром остается в бластодерме. И только на следующей стадии развития происходит настоящая гаструляция, связанная с инвагинацией будущей эндодермы. И будущее эндодерма, здесь вот показано крупно, захватывает симбионтов и липидные включения, липидные капли. То есть вот такая вот усложненная гаструляция, связанная с присутствием симбионтов и большого количества питательных веществ. Вот эволюция таких стадий, как нутритивная стадия у пациллопоры, очевидно, происходила под воздействием естественного отбора. Потому что изменчивость по данному признаку явно будет иметь значение для приспособленности конкретного эмбриона, конкретной личинки данного вида. Перейдем к группе с цифазоом. Сразу скажу, что у этой группы присутствуют оба морфогенетических механизма, о которых мы говорим, то есть и эмиграция, и инвагинация в разных сочетаниях. Если мы посмотрим на развитие… А, извините, вот здесь вот замечательная фотография. Это ископаемые эмбрионы. Как считается, какого-то предкового сцифоида. И вот у этих ископаемых эмбрионов квадратиком выделены те участки, здесь и здесь, в которых, скорее всего, по мнению авторов этой работы, происходила эмиграция клеток. То есть гаструляция. Ну, посмотрим на современных сцифоидов. Вот аурелия аурита. Полувозрелости достигают достаточно крупные медузы. Эмбрионы развиваются в ротовых лопастях. Пластула, прегаструла, ранняя гаструла, средняя гаструла и метаморфизирующий первичный полип. Вы видите, у ранней гаструлы в области одного из полюсов находятся какие-то отверстия, углубления. Сейчас посмотрим, что это такое. Это как раз эмиграция клеток. Вот, начало этой эмиграции. Некоторые клетки властодермы приобретают колбовидную форму. И уходят внутрь. Вот, посмотрите, клеточки, которые приобрели колбовидную форму. Вот эта клетка. Это ее хвостик. Вот это уже средняя гаструла. И здесь мы видим инвагинацию формирования архентрена. Но при этом некоторые клетки находятся как бы на его поверхности, на его верхушке. Вот эти клетки. То есть они, очевидно, выселились несколько раньше. Здесь обведена колбовидная клетка. Поздняя гаструла. Если мы посмотрим на фрагмент вот этого эмбриона, на фрагмент архентрена, мы увидим клетки, ползущие по стенке бластоцеля. Вот их отростки, ламелоподии и филоподии. Но, как видите, архентрон, так скажем, не сплошной. Это не сплошной эпителиальный пласт. Здесь довольно приличные расстояния между клетками ползущими. Вообще, вопрос о происхождении эндодермы, дефинитивной эндодермы, у аурелии достаточно сложен. Есть такая точка зрения, что первые выселившиеся клетки имеют ту же судьбу, что и у кораллов с нутритивной стадией. То есть, они потом просто используются на прокорм эмбриону, личинке точнее. А дефинитивная эндодерма формируется в ходе инвагинации. Я не знаю, так это или не так. Но это, как всегда говорится в таких случаях, дальнейшие исследования должны показать. Конечно, для этого хорошо бы иметь возможность пометить вот эти ранние клеточки и посмотреть, куда они потом деваются. Итак, мы посмотрели с вами на униполярную эмиграцию, на инвагинацию разных видов. И теперь у меня такой вопрос. Какой из эволюционных сценариев наиболее правдоподобен? На самом деле, вопрос очень сложный. Потому что, с одной стороны, что мы имеем? Давайте я немножечко пролистну. Так вот. Возьмем гидрозо. Группу гидрозо. Какие морфогенезы у нее имеются в наличии? Эмиграция мультиполярная и униполярная. И деламинация моральная. Инвагинации у гидрозо никогда не было. То есть, из-за живых гидроидов, пожалуй, ни у одного вида не была обнаружена инвагинация. Что касается сцефоидов. У них присутствует в развитии эмиграция, инвагинация. Насколько мне известно, не описана моральная деламинация. Я поставила здесь знак вопроса, потому что я не знаю, какова судьба вот этих вот выселяющихся клеток. Будут ли они дефинитивной эндодермой? Антозо. Есть виды с мультиполярной эмиграцией, но это явно нутритивная стадия. То есть, настоящая гаструляция основана на комбинации эмиграции и инвагинации, либо на чистой инвагинации. Вторичной моральной деламинации у антозо не описано. При этом самая старая, самая эволюционная древняя группа это, судя по всему, антозо. Значит, еще раз повторю, основной способ гаструляции – инвагинация. Гидрозо – самая молодая группа, инвагинации у них нет. Итак, какой же сценарий, основанный на теории Паренхимулы или теории Гастреи, наиболее правдоподобен? Можно долго рассуждать об этом, но, к сожалению, мы не знаем, как выглядело развитие предков гидроидов современных, как выглядело развитие предков современных сцифоидов. Но вот что очень интересно, это то, что, в принципе, сделать инвагинацию из-за эмиграции и наоборот не так уж и сложно. Давайте подумаем, чем, в принципе, эмиграция отличается от эмиграции. Вот мы видели развитие клитии. Давайте я пролистну назад, для того, чтобы напомнить. Так, далеко. Сейчас выйду, на минуточку. Развитие клитии. Вот формирование ее колбовидных клеток. Какое основное отличие вот такой эмиграции, которую мы наблюдаем у клитии, от стандартной схемы? Ну, какая стандартная схема? Нам показывают обычно на схеме сразу много клеток, которые приобретают колбовидную форму, находящихся рядом и синхронно уходящих внутрь. Что мы видим здесь? Мы видим здесь, что клетки делают это несинхронно, одна за одной. Рядом, как я уже говорила, могут находиться клетки на очень разных стадиях. Клетки обычные, совершенно эпителиальные и колбовидные клетки. Таким образом, когда клития гаструлируют, ее клетки, скорее всего, не вовлекают друг друга в этот процесс, процесс эмиграции. Что можно сказать об инвагинации? Об инвагинации немонтастеллы, если конкретно. Вот ранняя гастролонимонтастеллы. Формирование при эндодермальной пластинке. Все вот эти клетки колбовидные. Вот, вы видите, что все клетки прошли эпителиальный мезонхимальный переход и в данный момент являются колбовидными. Вот в чем разница между инвагинацией и униполярной эмиграцией. То есть клетки клитии, скорее всего, не умеют менять форму синхронно. А вот если бы клетки клитии, все как одна, на целой трети эмбриона, стали колбовидными, не исключено, что у клетий началась бы инвагинация, которой у гидроидов нет в данный момент времени. В данный момент их истории. Значит, какой вывод можно сделать из этого? Мы можем предположить, что гидроиды утратили, когда-то они могли инвагинировать, но потом утратили такую способность. Это один вариант. Второй вариант. Мы можем сказать, что антозоа приобрели способность к синхронному формированию колбовидных клеток. Я думаю, что вот этими рассуждениями я вас запутала еще больше. Но это показывает, что вопрос на самом деле остается открытым. Мы можем выстраивать самые разнообразные, очень интересные гипотезы, но на данный момент ответить на вопрос, какой из эволюционных сценариев, какой из сценариев эволюции гаструляционных механизмов наиболее правдоподобен, мы на него ответить не можем. Зато в ходе изучения эмбрионального развития книдарий мы можем обнаружить, что во-первых, внутри этого таксона огромное разнообразие путей развития, что книдарий действительно использует все доступные морфогенетические механизмы, все доступные высшим многоклеточным морфогенетические механизмы, и более того, очень высок уровень индивидуальной изменчивости, то есть их развитие крайне устойчиво. Любой из путей индивидуального развития приводит к эффективному и достаточно быстрому формированию личинки плановой. вот такие замечательные животные книдарий. И вот эту проблему, проблему устойчивости развития и проблему поиска, проблему компенсаторных механизмов, обеспечивающих эту устойчивость развития, она на данный момент абсолютно не изучена. И вот я считаю, что это одно из наиболее перспективных направлений исследований в области эволюционной биологии развития. Теперь я хотела бы поблагодарить, во-первых, организаторов семинара за приглашение выступить здесь, это было очень приятно. И во-вторых, моих коллег, которые помогали работать со всеми этими видами. В лабораторию профессора Технаунь университета Вены, лабораторию Ури Франко университета Гэллоэй в Ирландии, лабораторию Эвелина Холлистон в Вилле Франч Сурмер, моих коллег с кафедры биологической эволюции, кафедры зоологии позвоночных нашего университета, Московского, и, конечно, в первую очередь, на самом-то деле, лабораторию электронной микроскопии, межфакультетскую МГУ, которая позволила сделать все эти замечательные картинки. Спасибо вам за внимание. Вопросы есть? Да, пожалуйста. Прошу прощения, если говорить о имвагинации и о меграции, по большому счету это же должен быть результат сигнала, получаемый клетками. То есть это может быть его реакция полоста, и тогда это, вернее, будет имвагинация. Либо это вот разрозненная реакция клеток, то есть реакция, допустим, как ответ на секрецию каких-то веществ предыдущей клеткой в адрес последующей, то есть аутокринной секреции. Просто хочется понять, контакты между клетками одни и те же, вот в обоих случаях, вот это вот при энтогермальной пластинке, и какой сигнал является мотивом для начала движения, начала перехода. Спасибо. Насчет межклеечных контактов вопрос довольно сложный, потому что это разные классы, представители разных классов. Если у гидрозо доминируют септированные контакты в субопекальной области, то у антозо септированные контакты по-хорошему не описаны. То есть есть контакты, которые выглядят как септальные, но, так скажем, я не видела, чтобы они были такими красивыми, упорядоченными, как классические септальные контакты без позвоночных. Там замечательные адгезионные контакты субопекальные. Но в любом случае контакты субопекальные позволяют что делать? Позволяют, по крайней мере, передать механический сигнал. А механический сигнал через цепь посредников, естественно, переходит в биохимический и сигнал в ядро. На самом деле, в случае инвагинации такой сигнал совершенно очевиден. В случае эмиграции, не знаю, никто не мерил, что называется, как меняются физические условия вот в этой области клитии. Насчет обмена сигнальными молекулами, да, конечно, должен быть такой обмен. Опять же, в случае нематастеллы это более очевидно, потому что клетки находятся прямо на одной стадии, находятся прямо вот рядышком друг с другом. У клитии получается так, что уходящая внутрь клетка может быть окружена эпителиальными. Возможно, да, возможно, она сигналит, и какая-то из окружающих ее клеток начинает менять тоже форму. Что это за сигнал, и насколько эффективно он передается, тоже сказать сейчас нельзя. Да ни за что. Да. Ирина, а вот насколько подробно и широко изучен ранний эндроэгенезг недарий по классам? Вопрос не фразный. Угу. Казалось бы, группой занимаются 250-300 лет, по крайней мере. Да, там первые наблюдения эндроэгенезг 10 лет назад, то точно. Допустим, ушанки наши. Вот. Группа большая, давным-давно занимаются. Эдроэгенезг известен в лучшем случае для десятков лет. В лучшем случае. А так, реально, мы знаем, 6-7 лет, которых хорошо проследили, да, стартировали, и то предки. Это очень практически одна, там, единственная современная работа. Вот здесь, для того, чтобы проводить такие большие сравнения, да, для того, чтобы говорить о том, что есть те или иные варианты дробления и последующих морфокинезов, движений, клеток, пластов, на каком фактическом материале реально это основывается? Потому что я не удивлюсь, несмотря на то, что, да, медали много, и специалистов, как медали, тоже достаточно много, все равно все эти экстраполяции, да, и заключения, они тоже базируются на 30 видах, допустим. Ага. Вместо того, чтобы, допустим, базироваться на 300, и чтобы эти обобщения реально были широкими и надежными. Абсолютно согласна. А что согласна? Согласна вот, согласна с тем, что недостаточно изучено, и это в лучшем случае десятки видов, если включать, так скажем, фрагментарное изучение, выполненное порядка сотни лет назад. Ну, десятки это сколько? 60, 70, 100, по каждой группе по 10 видов? Согласна. Это уже будут единицы. До 20, это уже с фрагментарным изучением, 20-30. По гидрозо побольше, по антозо, ну, скажем, тоже примерно вот до 30, но с учетом фрагментарных каких-то данных. По кубозо вообще все плохо. Я их сюда даже не включила. Угу. Ну, на самом деле, я не зря все время оговаривалась, даже вот когда про отсутствие инвагинации у гидроидов говорилось, насколько известно в данный момент. Потому что очень много вы не смотрели просто. Спасибо. Угу. Ну, а что говорить, если вот гидроктиния эхината, про которую я сегодня говорила, она довольно долго уже изучается. Ее метаморфоз на уровне молекулярной биологии, апоптоз в ходе этого метаморфоза. Все здорово очень изучено, эмбриональное развитие описывалось в виде таких не очень, честно говоря, внятных рисунков. И данные статей, вот старых, противоречат откровенно друг другу. Кто-то находил эмиграцию клеток, кто-то не находил. Вот сейчас вот по гидроктинии мы пытаемся опубликовать работу, ну, не опубликовать, вот сейчас заканчиваем картинки собирать. Вот это будет первое современное изучение, так скажем. А объект биологии развития. Да, пожалуйста. Елена Александровна, скажите, пожалуйста, вот когда вы используете такие выражения, как «огромное разнообразие» или «тысячи путей», там, какой смысл вы вкладываете? Это немножко такое эмоциональное, мне кажется, определение, огромное разнообразие. Это что, три, десять, сотня, тысяча. Какой порядок этих путей? Мне кажется, что вот то, что вы демонстрировали здесь, это, ну, с моей точки зрения, нельзя говорить, что это разные пути развития, да? Вот, если какую-то аналогию такую провести, все дороги ведут в Рим. Да, ну, вот в Рим можно попасть пешком по трубке, можно на автомобиле, можно на железной дороге, можно по воздуху, ну, и почти что можно морским путем. Это разные пути, да, вот можно, да, они хорошо поддаются классификации. То, что мы видим разнообразие форм, которые здесь представили, в общем-то, путь один — это формирование некой массы клеток, да? И в пределах этой массы возникают некие условия, создающие предпосылки для дифференцировки. Я так воспринимаю, что здесь нету каких-то закрепленных типов. Я думаю, что если возьмете вы очень большое число зародышей, то они у вас не распадутся на какие-то классы пути развития, да, разные. Или это все-таки выделится вот такой тип, второй тип, третий, четвертый путь, и можно тогда говорить о разных путях. Или это просто безразличие, это неважно. Понимаете, есть такие группы, ну, допустим, в спирали, да, со стереотипным дроблением, там все очень жестко. Но есть такие, как паукообразные, у которых вы будете видеть и поверхностные деления во время дробления, да, и полное деление дробления. Вот там действительно разные пути, ничего тут не скажешь. А вот вы, да, у меня сомнения, но вы, наверное, стоите на другой счет. Ну, на самом деле, на счет того, что это название скорее эмоциональное, это правда. Оно частично рассчитано на то, чтобы привлечь внимание именно к факту индивидуальной изменчивости, про который очень часто забывают, изучая эмбриогенез. А явление это действительно очень важное. Вот в том аспекте, о котором я говорила, как регулируется развитие, какие механизмы обеспечивают, несмотря на эту индивидуальную изменчивость, достижение конечной стадии. Насчет дискретности этих путей. В какой-то степени, да, действительно, мы можем видеть континуум. Да, если вот посмотрим на развитие, например, нематастеллы, видим разные формы бластопора, на первый взгляд кажется, что есть такая вот масса эмбрионов, у которых у одного форма бластопора чуть-чуть отличается от другого, но, в принципе, ничего принципиально разного между этими эмбрионами нет. На самом деле, если мы начинаем смотреть на динамику гаструляции, мы обнаруживаем такую вещь, что, например, мелкие эмбрионы формируют маленький бластопор и инвагинируют очень быстро. Большие эмбрионы формируют большую приэндодермальную пластинку и инвагинируют очень медленно, у них другая динамика процесса. Закрывают бластопор, они тоже совершенно по-разному. Вот закрыть щелевидный такой вот бластопор и закрыть маленький треугольный бластопор – это тоже разные процессы. И, естественно, это будет влиять на скорость развития, потому что у немонтастела, например, плану по моменту от оплодотворения датировать крайне сложно и практически бесперспективно. Планула второго дня – это каждая действительно яркая индивидуальность. От того, как она развивалась, как она вступила в метаморхоз, зависит то, на какой стадии она в данный момент находится. И при этом до первичного полипа дойдут они совершенно спокойно все. То же самое у динамины. Один эмбрион имеет практически гладкую поверхность, другой эмбрион – поверхность состоит из очень-очень многих фрагментов эпителия. Соответственно, одному эмбриону практически ничего делать не надо, второму надо предпринимать огромные усилия фактически для того, чтобы обеспечить вот такое вот сращивание этих фрагментов. То есть, вот про эти дороги, когда я говорила, я имела в виду именно индивидуальную историю каждого эмбриона в пределах данного вида. И, с моей точки зрения, это как раз очень интересно. Очень интересно именно у Книдари, потому что изменчивость действительно довольно большая, опять же, с моей точки зрения. Но дискретность, как правило, это с точностью до наблюдателя. И с точностью, ну, уровень дискретности начинает выявляться, какая-то дискретность начинает выявляться, когда мы изучаем разные аспекты вот этого процесса, динамики именно процесса. Появляются какие-то вот группы эмбрионов, в которых можно говорить, что они развиваются более похожи друг на друга, чем на эмбрионов другой группы. Я не знаю, ответила или нет на вопрос. Можно еще? Да. Я должен извиниться за занудство свое, но когда я гляжу на ваш второй вывод, там говорится, разнообразные индивидуальные варианты пути развития одинаково эффективно позволяют эмбрионам достигать морфологические и так далее. Почему позволяют, собственно? А если не будет этих индивидуальных вариантов, все равно достигается морфологический консервативный план строения у других групп. В данном случае, наверное, нужно говорить не о том, что они позволяют, а не препятствуют. Согласна, да. Да, скорее всего, ваш термин даже лучше. Спасибо.